О целых и тропных частях. Весной 2018 года Станислав Валерьевич Шапочников прочитал лекцию, в которой доказал такую теорему. Называется теорема о одномерном распределении. Если у нас есть отрезок 0,1, и мы рассматриваем последовательность, N член которых это тропная часть N α, где α – это какой-то революциональный член, то если мы на этом отрезке возьмем любой интервал, ну или отрезок, неважно, какой-то длинный дельта, и рассмотрим те члены этой последовательности, которые лежат в этом интервале. Давайте его обозначим. И, то есть мы рассмотрим такую вещь, дробная часть N α принадлежит, N у нас будет пробегать отрезок от 1 до N. И, если понятно, что мы поделим это на N. То есть мы рассматриваем среднее, вероятность, да? И берем предел, когда N стремится к бесконечности. Ну, может быть, не все это знают, такое удобное математическое обозначение. Когда вы пишете любое высказываемое и заключаете его в квадратные скобки, то эта штука равна нулю, если высказывание внутри квадратных скобок ложно, и равна единице, если оно есть. То есть мы берем те точки, которые оказались в этом интервале, подсчитываем их количество. Так вот, оказывается, что этот предел равен ли нейтрам. Вот это называется теорема Вилле. Она была доказана при помощи теоремы Вилле-Штрассе о том, что любую негрированную библиотическую функцию можно сколько года точно приблизить тримитическим хреномам. Это заняло две лекции. Очень подробный, очень хороший рассказ. Я не буду про это сегодня говорить нескольку, потому что, для этого уже прочитано, вообще советую посмотреть, и там вы все поймете. А сегодня я поговорю о двух страницах из книжки Кнута «Конкретная математика». Кнут, кредитный эпатажник, «Конкретная математика», замечательный совершенно учебник для студентов в ладочных курсах университетов. Очень советую и всем школьникам. Действительно замечательная книжка. Так вот, там эта теорема доказана без всяких теоретических многочленов, без вот этих вот теорема приближений. А доказана просто при помощи рассмотрения сквозь целых частей. Соответственно, я хочу, чтобы у нас это доказательство не просвучало. Но до того, как, так сказать, все это рассказывать, давайте чуть-чуть, что называется, поговорим о других вещах, более простых. Начнем с вещь совсем простой. А что такое вообще целая часть любого числа? Это очень просто. Это максимальное такое число, которое не превосходит х, и при этом целое. Ну, конкретно скажем. Целая часть числа 3,2 – это 3. Целая часть числа минус 3,2 – это минус 4. Целая часть числа 5 – это 5. Есть курирующие обозначения. Целую часть довольно часто обозначают вот таким образом. Почему? Потому что ее можно себе представлять как пол числа х. То есть, когда у нас есть вещественная ось, и там отрезок от одного целого слоя до другого, и число х расположено между этими целыми числами, что значит, что положено между х больше или равно n, и при этом меньше, чем n плюс 1. То мы говорим, что в таком случае целая часть числа х – это как раз и есть то самое число n. Почему иногда используется такое обозначение, а потому что кроме этого обозначения есть еще другое – потолок. Это минус целая часть минус 3. То есть, чтобы получить целую часть, вы движетесь к ближайшему слева целому числу. А чтобы получить верхнюю целую часть, этот самый потолок, то вы движетесь в другую сторону. Бывает ситуация, когда пол и потолок – это одно и то же. Это в одном единственном случае, когда х – целое число. Если х – число не целое, то они отличаются ровно на 1.